Девочка-пай Утро хорошего дня в Краснодаре. Ольга с Германом отправились на завтрак, в то время как я решил немного заняться своим физическим состоянием. Лишние килограммы, так легко набираемые в хороших ресторанах, не слишком быстро оставляют нас даже в таких замечательных тренажерных залах, как в Краснодарском Южном Платане. Что поделать? Любишь покушать, люби железо потаскать. Ну или педали покрутить. Тут уж кому что. У постояльцев есть выбор. Или шоколадные шарики, или беговая дорожка. Хотя, конечно, можно и то и другое. Чашка бодрящего ароматного кофе на завтрак, или пару сотен метров в прохладной воде бассейна. Ну ладно, поплавали, покушали и будет. Пора собираться. Дорога ждет. Собрались. Ничего не забыли. Упаковали и помчались. Таково утро путешественника, сформулированное в пяти глаголах. Да, на прощание поблагодарили гостеприимный Южный Платан. Время не резиновое, а впереди еще сотни километров. Слушай, а в отель не обманули? Дорога действительно хорошая. Посмотрим, за сколько мы доедем. Да, брау. Действительно, в отеле мне посоветовали не ехать по М4, а выбрать направление через Славянск-на-Кубани и Крымск. Дорога немного длиннее, но из-за отсутствия светофоров и серпантина гораздо быстрее. Ровное полотно дорожного покрытия позволяло двигаться достаточно быстро. Ну, чуть быстрее, чем требовали знаки. Спустя час, повернув на Крымск, мы форсировали речку Кубань. Ну, не вброд, конечно. Сразу за мостом решили съехать с трассы и перекусить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова так что будем молочные или говяжьи помидорчики но не замороженные нам же их надо как-то довести до состояния принятия ничего сейчас у нас специальная горелочка есть замечательно так это ну что готова все прожарилась до вас герк кушать пролетающий вертолет заставил меня посмотреть на часы пора собираться ну все поели и 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 Дорога до Крымска, хоть и двухполосная, но такая же ровная и быстрая, хотя предполагаю, что во время посевной и сбора урожая придется попотеть, обгоняя сельскохозяйственную технику. Время бежит, колеса крутятся, а мы спешим в Абраудерсо, где нас уже ждут. После Крымска поворачиваем на Новороссийск. Герман, как водится, дремлет, а мы двигаемся дальше, полностью доверяя навигатору. Не очень хорошо. Пожалуйста, сейчас возьмите правее. Правее. Почему я не говорю, возьмите направо, потому что здесь можно и налево. ух ты. Ты смотри за дорогой. Я смотрю, ты смотришь указатель. У нас будет поворот дороги в сторону Озима. Да, все, увидели. Все, когда мне будет исполняться 7 лет, сюда едем. На море. Или в Москве где-нибудь, где можно купаться. По приезду в Абрау мы сразу отправились на виноградники. Географические, геологические и климатические особенности Абраудерсо по свидетельствам специалистов делают местные условия уникальными. Ветер приносит в виноградники тона, ноты и ароматы окрестной природы, на которых основан специфический букет и стиль регионального вина. Богатая роза ветров долина Абраудерсо собирает со всех сторон и смешивает в естественной горной чаше множество оттенков. От сухих травяных и цветочных степных ароматов до солоноватых морских и свежих озерных нюансов. Наблюдая такую красоту на расстоянии вытянутой руки, будет не лишним послушать специалиста, знающего о винограде и напитках из него создаваемых, все. Лист широкий имеет большое значение. То есть широкий лист, он имеет, кстати, у здорового листьев от 200 до 400. Лист из воздуха забирает углекислый газ и перерабатывает его на определенный вид сахара, гексоза. Мы с вами находимся сейчас в уникальнейшем месте. Именно в этом месте, как говорили старые люди, исполняются все желания. Кроме того, в старину, если женщина не могла родить, то обязательно ее привозили сюда. И в течение 9 месяцев рождался малыш. Причем этот малыш будет счастливый, поэтому если вы сейчас загадаете какое-либо желание, то 100% оно у вас исполнится. Кроме того, это единственное место, где мы с вами можем увидеть и озеро, и море. Вот обратите на него внимание, то есть сзади нас эта красивая голубая впадина между горами, это озеро. Ну а сзади это наше Черное море, причем то море, которое притягивает взоры всех, от мала до велика, да. А какова вам здесь энергетика, как вам здесь дышится? Воздух. Воздух изумительный. Просто изумительный, действительно потрясающий. Звенит. Вы сейчас говорили про море, у меня ощущение было, что повеяло морским бризом. Морской бриз. Почему мы говорим о том, что Абрау-де-Руссо имеет теруар не схожий с Шампанью, а не идентичный, но схожий. То есть что такое Шампань? Это север Франции, да. Абрау-де-Руссо это север Кавказа. И Шампань находится на одной параллели с Ростовской областью. То есть у нас и помягший климат, у нас и море потеплее, да, то есть у нас совсем-совсем другие ощущения, нежели на севере, да, если мы говорим о севере Франции, там о севере Кавказа и так далее. То есть у нас юг, несмотря на то, что все-таки север Кавказа. Я предлагаю начать от простого к сложному. Вот на красота, вот вам рай. Зачем ехать на Канары? Зачем? Нет. И в России есть что посмотреть. Посмотреть и попробовать. Всего каких-то? А можно? Тысяча пятьсот километров. Каких-то тысяча пятьсот километров. Вы уже здесь. И вы в раю. И вы в раю. Ведь нельзя говоря, что виноград, виноград, как он, как и кофе, да, он хранит аромат потапцина, который он вырос. А у нас и морской бриз, да, и ароматы цветущего винограда, и скушенного луга. То есть это все то, что ветерок приносит и отдает нашей ягоде. И все это мы потом уже чувствуем в шампанском. То есть есть такое понятие, как вкус теруара. То есть что такое теруар? Это совокупность почвенно-климатических условий и определенных характеристик местности. Что касается Абрау-Дерсо, это, посмотрите, невысокие склоны, да? Это розовое ветро, зеленый массив. Вот это все в общем, да? Ну и, конечно, в нашем море. Вот это все то, что называется одним словом теруар. Кстати, теруар этим словом французы пользуются тогда, когда говорят об ароматах вине. Виноград – это дитя солнца и ветра. Поэтому мы сейчас говорим о бризе, мы говорим о скушенном сене, мы говорим о цветущем винограде. Субтитры создавал DimaTorzok